МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на нашем канале в студии Наталья Шкода. Вот некоторые темы выпуска. Погружение в веру. Россия празднует крещение Господне. Мы надеялись, что именно личность Солженицына даст какой-то мощный импульс. Выбор сделан. В Москве подвели итоги конкурса на памятник Александру Солженицыну. Я ощущаю ее близость, ее теплоту. Она не ушла для меня. Стержень семьи. Исполняется 115 лет со дня рождения Натальи Кончаловской. 19 января православные христиане отмечают один из 12 главных церковных праздников Крещения Господня или Богоявления. По Евангелию в этот день Иоанн Предтечи крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В церковной традиции праздник получил название Богоявления. Как пишут евангелисты, после того, как Христос погрузился в воды реки, произошло явление всех трех лиц божества. Бог Отец с небес свидетельствовал о Сыне, и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса. Во всех российских храмах проходят торжественные службы, и совершается великое освящение воды. Патриарх Кирилл по традиции служит в этот день литургии в Богоявленском соборе столицы. И по всей стране, от Калининграда до Дальнего Востока, верующие окунаются в Иордане. Как ожидается, в нынешнем году в проруби окунутся около полутора миллионов человек. Президент России также принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Дмитрий Кайстро с подробностями. Крещенской ночью на острове Столобный, одном из 160 занесенных снегом и окаймленных лесами островов великого озера Селигер, монахи совершали праздничную литургию. В знаменитую обитель президент Путин приехал еще накануне, в важные часы зачельника. Остров Столобный прославил на весь христианский мир преподобный Нил Столобенский. Здесь, в одинокой келье, молитвенник и аскет прожил 27 лет и завещал построить на этом месте монастырь. Нила Столобенская или просто Нилова пустынь стала монашеским городом среди невыразимой красоты в Алдайской возвышенности. На большие праздники в Нилову пустынь съезжается огромное количество паломников. В главном храме обители под золотыми образами и тяжелыми древними паникадилами президент молился вместе с верующими. В величественном Богоявленском соборе, для которого нынешний праздник еще и престольный. Владимир Путин поклонился реликвиям монастыря, среди которых в тяжелом ковчеге хранится главная святыня мощи преподобного Нила Столобенского. Митрополит Тверской и Кашинский Виктор и наместник Нила Столобенской пустыни архимандрит Аркадий показали президенту обитель, которая знала столетие славы, время опустошений, а теперь вот возрожденного великолепия. Недалеко от монастырских стен, в крепком селигерском льду, монахи вырубили иордань в форме креста, обложили ее деревянным настилом, а дорожки вокруг соломой смастерили лестницы для спуска. Дословно в переводе с греческого крещение есть погружение в воду. Для Владимира Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. В эти дни вода в иорданях считается святой. Она приносит исцеление. В одном из модулей глава государства переодевается в белые овчины тулупы, белые валенки. Такая одежда надежно согреет после ледяной проруби. У иордани Путин интересуется у братья обители и паломников, уже совершивших погружение их ощущениями. Опытные купальщики знают, заходить в воду нужно быстро. Путин все делает в соответствии с правилами. В эти секунды многое происходит на стыке физического и духовного. И святой Господи, знай, у нас само нас. В крещенской купели через соединение с Богом человек приобщается к мистической тайне бытия. Иордань становится точкой духовных начал и силы. Всю ночь на рассвете колокола Ниловой пустыни возвещали о великом празднике. В обитель шли новые паломники. Обновленный мир встречал крещение Господне. Дмитрий Кайстро, Юлия Брилёва, Ильгиз Хакимов, Вести. Стали известны итоги всероссийского конкурса на памятник Александру Солженицыну в Москве. Первое место занял проект, разработанный авторским коллективом под руководством скульптора Андрея Ковальчука. Он любил вот именно вот так держать руки. В данном случае и легкий поворот головы, который придает какую-то динамику, образу. Одежда его любимая. Команда представила два варианта памятника. Они отличаются оформлением постамента. Конкурс приурочен к столетию со дня рождения писателя, которая будет отмечаться в этом году. В экспертные жюри входили и члены семьи Солженицына, представители Министерства культуры и правительства Москвы, Российской академии художеств и Союза московских архитекторов. Мы надеялись, что именно личность Солженицына даст какой-то мощный импульс в развитии вот как раз скульптуры, городской скульптуры, архитектуры. Потому как, к сожалению, в последнее время наблюдались несколько, мягко говоря, неудачных решений именно скульптуры в Москве. Ну, собственно говоря, это и случилось. Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения Натальи Кончаловской. Внучка Василия Сурикова, дочь Петра Кончаловского. Она впитала традиции русской и европейской культуры. Щедро делилась своими знаниями, переводила и писала, как для взрослых, так и для детей. Любое дело Наталья Кончаловская превращала в творчество и была стержнем семьи Михалковых-Кончаловских. Лучшими своими творениями она называла своих детей. Она выросла в атмосфере высочайшего такого русского культурного гуманизма. Люди, которыми общался Петр Петрович, это был горький и шаляпинный. Скандалы, которые были художественные, были скандалы с Малевичем и с Маяковским. Это, наверное, определяло ее представление о том, как должно быть устроено семейное гнездо тоже. У нас никогда в семье не было такого, так сказать, ни у отца, ни с матерью. Такого, так сказать, прочли, поразились, прослезились, обсудили, и потом живем, так сказать, ощущением таланта друг друга. Это достаточно критично было. Я удивлялся, почему. Ну, что в этом особенного? Какие-то стихи отца вдруг, они говорят как о каком-то высочайшем классе детской литературы или, скажем, книгам «Дар бесценной мамы», которые говорят как о... Для нас это было так естественной жизнью. В советские времена не было принято рассказывать ни о своей личной жизни, ни о жене, ни о детях. И скрывали многие факты биографии, кто откуда родом, потому что все прошли через революцию. И я получила книгу «Дар бесценный» о Сурикове, когда я ехала в роддом. Я даже, будучи в семье, не знала вот этой родословной. И семья, как бы, Наталья Петровна не кичилась. Тогда-то это мне не казалось ничего. Просто, ну, мама переводится с итальянского языка оперу там. Или мама делает чай дедушке Петру Петровичу. Она вставала где-то в 6 утра. И уже можно было слышать пищу машинку, как она работала на машинке, пели кеннери. И потом где-то в 10 начинался завтрак. Обычно звучала классическая музыка. Она давала советы, которые, как это ни странно, пригождались много времени спустя. Допустим, это была замечательная точная мысль. Допустим, не спрашивая Бога, за что, а спрашивая, зачем. Я вот у него многому научилась. Именно благодаря ей я как-то многое поняла в жизни. Мы с ней могли что-то шить. Следующий этап, она что-то там переводит. Приезжали из издательства. Дает интервью. У нее весь день было расписано. Очень рад, что многие вещи я уже слушал ее, будучи зрелым. На воспоминания о мастерской Кончаловского, о Илье Амире Хлебникове. Она так достойно встречала своего возраста. Она ушла 86 лет. А в ней было столько жизнеутверждающего, столько радости жизни, трудолюбия. Я помню ощущения от нее. Я помню запахи. Тактильно помню ее руки, скажем, когда она тебя лечит. А я с ней общаюсь все время. Я чувствую ее. Я ощущаю ее близость, ее теплоту. Она не ушла для меня. В гастроли Лондонского музея Виктории и Альберта. Антарктическая экспедиция и песни на все времена уже сегодня. В усадьбе Муравьевых апостолов покажут работы финалистов премии при Пикте 2017. В рамках мирового турне из Лондонского музея Виктории и Альберта привезли лучшие фотографии конкурса. Выставка под названием «Пространство» собрала работы 12 фотографов из 7 стран. Среди участников и российские фоторепортеры. В Доме музыки прозвучат песни на все времена. В программе коллекция номеров из спектаклей театра музыки и поэзии Елены Камбуровой. Артисты работают в особом жанре, который соединяет классическую музыку, поэтическое слово и актерские навыки. В музее изобразительных искусств имени Пушкина подведут итоги первой в мире международной антарктической биеннале. В марте прошлого года состоялась экспедиция к Южному полярному кругу. 100 художников, поэтов и музыкантов со всего мира преодолели около 3000 километров и воплотили в жизнь более 20 инсталляций, перформансов, фотовыставок и музыкальных экспериментов. На телеканале «Культура» выходит в эфир новая программа «Научный стендап». Она перенесет диалоги о науке в телевизионный формат и сделает их зрелищными. Согласно правилам, каждому участнику, причем не обязательно ученому, отводится 10 минут. А способ выступления оратор выбирает сам. Первый выпуск «Научного стендапа» уже сегодня в 23.00. Антон Николаев о новой программе. Немецкий кардиолог Йоханнес Хинрик фон Борстель готовится выступить с лекцией о самом романтичном органе человеческого тела. Создатели программы «Научный стендап» переворачивают привычные представления о научных лекциях и самих лекторах. Вместо кафедры – сцена. Мне кажется, самое главное преимущество – это то, что ученые смогут вылезти из своей башни из слоновой кости, в которой они проводят большую часть времени, и рассказать о своем исследовании широкой публике. Для этого «Научный слэм» подходит больше всего. Как жанр «Научный слэм» зародился в Германии около 7-8 лет назад. Хотя с этим можно поспорить. Помните лектора Филиппова из «Карнавальной ночи»? Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни? Кстати, среди участников программы «Научный стендап» есть те, кто продолжает эту традицию на новом научном уровне. Молодые галактики когда-то становятся старыми. И это эллиптические галактики. А эллиптические галактики светятся красным, ребят. Участники могут танцевать, петь. Делать можно все. Главное – заинтересовать зрителей. Но научный стендап не шоу. Лекторы поднимают по-настоящему важные темы. Сколько бактерий мы носим каждый день с собой? Ну, в штуках или в килограммах, в граммах. Маргарита Романенко из Новосибирского государственного университета рассказывает о вирусах. И о том, как они могут помочь в лечении рака. Наши вирусы называются онколитическими. Это вирусы, с помощью которых можно вылечить злокачественные опухоли. Участники не просто выступают. Они соревнуются. Жюри экспертов, среди которых и представители Роснано, оценивают умение просто и интересно рассказывать о сложном и важном. Если мы хотим все-таки телезрителям объяснить широкой аудитории, о чем идет речь, и мы будем долдонить это нудно, скучно, очень научно, но предельно непривлекательно, это бессмысленно. Теряется цепь. А если мы все-таки способны сделать это, не мы, а участники, способны сделать это ярко и эффектно, мне кажется, что это обязательное условие. Телеканал «Культура» предоставляет возможность молодым российским ученым не только посоревноваться между собой, но и рассказать о своих изобретениях самой широкой аудитории. Антон Николаев, Виталий Пронин. Новости культуры. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok